Последний вираж в воздухе и самолет заходит на посадку. Первый спустя длительный перерыв рейс из Даляня прибыл на Приморскую землю. Это судно зарубежной компании Hainan Airlines, нового партнера воздушной гавани Приморья. На борту иностранные туристы, которых хлебосольно, пирожками, встречают на нашей земле. Такой богатой на историю и культурные достопримечательности. Для наших китайских гостей, прежде всего, это возможность быстро и с комфортом попасть в Владивосток, в Приморский край. Всего два часа перелет, комфортная аэропортовая инфраструктура. Кроме того, аэропорт Владивостока сделал, я знаю, хорошие скидки на обслуживание самолета. Здесь же вручают цветы и туристические буклеты. Ведь для кого-то это первый тур на Приморскую землю, где есть на что посмотреть. В свою очередь, жители Поднебесной щедры на улыбки и эмоционально описывают два часа лету. Такая возможность существовала. Но шесть лет назад. Сейчас туристы, можно сказать, на пути к допандемийным временам. Полет прошел хорошо, нас кормили, и все было прекрасно. Нам интересна столица Приморского края. Там много творческих коллективов. Мы и сами представители традиционных танцев Азии. Прямое сообщение краевой столицы с Далянем – отличная альтернатива для тех, кто не может лететь через Пекин. Среди пассажиров воздушного судна предполагаются студенты, предприниматели и туристы. Очень уж большой спрос в южных провинциях Китая на путешествия по Приморью. А партнерские взаимоотношения в сфере бизнеса все стремительнее развиваются. Мы открываем это направление, и я рассчитываю, что частота рейсов будет увеличена, потому что востребованность есть, желание есть. Все будет зависеть от воздушного судна, на котором будут выполняться рейсы. Сейчас в планах это Boeing 737-800. Наши отечественные авиакомпании тоже планируют свои рейсы на Китай, прорабатывают другие направления. Мы очень рады, что китайские партнеры откликнулись. Рейс по маршруту Долянь-Владивосток будет выполняться каждый четверг. Время приземления у нас 11 часов. Обратный вылет в 12.00. Наш регион постепенно возвращается к возобновлению туристического потока. Только в этом году на Приморской земле побывало свыше трех миллионов туристов. В ближайшем будущем открытие еще нескольких прямых направлений во Вьетнам и Лаос.